Вы не лукавьте, пожалуйста Нет, реально Без разницы вообще, как у колонии Ну это тяжелый вопрос Очень легкий вопрос Нормально Чем больше махар, тем больше приданное будет Какую сумму за махар ты готов заплатить? Максимум полляма У аварцев тоже такие бегают У аварцев не знаю, у Лизгин, у Доргинцев знаю У Лизгин почти во всех селах это было Картеджи, стволы У вас крестик Спрячьте! Можно это вырезать как-то! Где-то бизнес, где-то работают на публику Это неправильно Я думаю проблем не будет Если люди смотрят в одну сторону И имеют одинаковые ценности Пару лет назад мы запустили не очень хороший тренд Это опросы про махар Очень много столовых, очень много ответов Очень много мнений, много недовольных Не всех устраивают ответы Сегодня я собираюсь повторить эту ошибку И вопросы будут касаться приданного Имеет ли оно значение? В каких суммах оно исчисляется? Смотрит ли на него женихи? Ну и в целом обсудим Что обсудим? Свадебные традиции Наша любимая тема Ассаламу алейкум 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 Как зовут брат? Сколько лет? Амзад зовут? 16 Жениться собираешься? А, иншалла, брат Какие свадебные традиции знаешь? А брат, особо не знаю свадебные традиции Ты же местный? Да Вот что на свадьбах видел? Я видел картеджи, стволы И все, особо больше ничего Выкуп, что-нибудь такое видел? Да Вот ты за какую сумму готов выкупить невесту? Вот у дверей стоят ее представители и говорят Эй, давай, давай, выкладывай на бочку бабки Ты выкладываешь 5 А они говорят еще Ты выкладываешь 10 А они говорят еще Это что такое? Если, брат, невеста стоит того Сколько вы не сказали, выложу? Ага Смотри Тебе имеет значение Какое приданное у нее? Нет Там мебель какая А что имеет значение? Имеет значение характер И как бы это ни звучало Все равно внешность Хорошо Молодой пацан Прямолинейный и мудрый Ас-салмалайкум Какие свадебные традиции знаете? Когда выдают девушку Аварской национальности Поют национальные песни Такие грустные они, по-моему Нет, они наоборот Очень веселые Чтобы была счастливая жизнь А вы знаете какие-нибудь традиции? Не знаю, если честно А сами какие-нибудь практикуете традиции? Нет, замуж еще никого не выдавал Ага Как вам такая традиция, как колым? Колым? Хорошая Чем больше, тем лучше А есть чем меньше, тем не рассматриваем? Нет Какой-то порог, планка Меньше которого мы не рассматриваем Ну если человек хороший Какая разница, что у него? А, скажите Ну щедрый тоже должен быть Да, щедрый А у вас приданное какое? У меня его еще нет Я пока тоже не собираюсь в ближайшее время А вообще приданное какое должно быть? Вы что-нибудь знаете об этом? Честно, нет И должно ли оно быть? Он этим занимается Ага У каждого разное, я думаю Каждый сам выбирает На самом ковре, посуда и там какое-то белье, наверное, и все А прикиньте, жених говорит вам Вот у меня такой махар, я даю А с вас вот такое приданное Нормально Нормально Чем больше махар, тем больше приданное будет Вы получите Получается, он вам свои деньги отдаст, а вы их просто вернете Да Так тоже можно В принципе, можно и обойтись, да, без всех этих формальностей Спасибо, что вы делаете И все, родитесь Да, да, да Чем, говорят, чем меньше затрат на свадьбу, тем более барракатная это будет семья Да Болезная какая беседа Всего доброго Спасибо, что вы делили И свадебные традиции, знаете, пацаны, какие вам нравятся? Свадебные традиции Наверное, самый любимый хреникал, когда готовят Ага А до свадьбы какие? До свадьбы Как вам выкуп? Бомбовая тема Просто у меня сельс-3 нету, поэтому А ты, подожди, а сам выкупать? А, сам нет Не, не бомбовая тогда Не, не бомбовая Моя сестра бесценна Выкупать не будет Я сам отдам, сколько она нужна Даже формально, там, какие-то соблюсти традиции Нет, я вообще не люблю ее Чуть-чуть жениха помучать, да? Подарки А почему так? Сложнают Может, потому что тебе самому предстоит через это пройти? Нет Можно быть такой? Нет, вообще нет Это вообще без проблем Но конкретно именно традиции я не люблю Хорошо Калым Тоже не любишь? Калым это что было? Выкуп Выкуп, да Это типа я должен выкупать? Да, да, да Подарки невесте перед свадьбой же делают Подни бы махра Махра это да, само собой будет Скажи, какую сумму за махра ты готов заплатить? Максимум полляма Это максимум Ты сейчас ошибку сделал Почему? Надо сначала узнать их цену То есть их запрос А вдруг они сказали бы тебе 200 Сейчас увидят А, полляма? Давай полляма Да, ничего Для жены ничего не жалко Базара нет Вот, приданые Что бы вы рассмотрели? F5, F10 Я хотел сказать 30 коров там 40 барашек F5 В наше время девушки махра смотрят вообще по-другому Они как бы просто, чтобы им что-то осталось Даже не смотрят, какое состояние у их мужа Для них просто попросить Вот, грубо говоря, сейчас 90% девушек Это не знают просто слово махар Остальное, что по религии они должны соблюдать Они не соблюдают Ты же знаешь, из ряда девушки знают, что такое махар А мужчины только нагаджонс В целом, стоят друг друга, да? Да Свадебные традиции вам нравятся? Нет Нет? Почему? А может быть, колым прикольная традиция? Да, вот это мне нравится Подождите, смотря какой колым Имеет значение, какой колым? Нет То есть 5000 рублей тоже ок Да Вы не лукавьте, пожалуйста Нет, реально Без разницы вообще, как у колым С пятеркой в кармане лучше, чем без пятерки Хоть без него Свадебные традиции какие, знаете? Свадебные традиции? Ну, конкретно у Лизгина свадьбах бывают в масках Вы знаете? О, такие маски чучелов всяких разных, да? Пугающих У даргинцев есть, у бочинцев По-моему, у аварцев тоже такие бегают У аварцев не знаю У Лизгина, у даргинцев знаю Я, по крайней мере, видел у Лизгина У Лизгина почти во всех селах это было Как они назывались, не помнишь? Это ряженые, ряженые А, ряженые И какую роль они в себе несут? Просто развлечь людей По теху Да, по теху Они могут кого-то там взять Не знаю, да, греть Над кем-то насмехаться могут Иронизировать Вот такие люди В каких-то сами участвовали в традициях Или хотите участвовать? Например, у краснест? Нет, 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 нет Вот этим аждахой быть Тема, да У краснест нет? Ну аждаха Моя пишка У краснест это как-то, не знаю Неуважительно Надо все-таки У нас же там, как бы В село же у тебя есть И конкретно в селе Все тебя знают И зачем тебе украсть кого-то Это портит отношения Это вообще и по шариату Я думаю, что в прошлом Было много вот этих бандитов Здорово, бандиты Все-таки войны были Поэтому там село грабили Поэтому были какие-то безродные Мы вообще обсуждали махар Пару Махар? Пару выпусков назад, да Ну махар это хорошая тема Но когда, скажем так Завышают Сильно, да, завышают некоторые К примеру, родители Если лямы нет у мужа, то все, нет Прям так и говорят Да, есть такие Миллион Почему так много? В наше время это мало Нет денег у человека, что делать? Не жениться Некоторым, знаешь, хватает и тысячи рублей давать Да А вот некоторые без миллиона Не принимают вообще мужчин Вот это я плохо считаю Это вообще ужасно Это грустно Это печально Какое-то понимание должно быть Получается, человек может прийти и сказать Вот миллион Я покупаю ее Это что такое? А что насчет в таком случае Приданного? Имеет значение? Приданное? Ну у кого какие возможности, да? Как-то слишком большой акцент на этом делать Потому что бы это рушило потом семью в дальнейшем Да, лучше не надо так Один пацан сказал М5-F90 А если человечек скажет тебе вопрос Слушай, нету приданного у меня? Ничего у меня нет? Я же не заставлю его работать для того, чтобы он приданное принес Я не знаю Ну ты не откажешь ей женить? Не скажешь? Иди сначала заработай приданное? Ну это же странно как-то Это Я столько странных вопросов задаю Нет, ну что? Самое лучшее приданное Это возможность женщины Дать тебе От трех детей Вот это поворот! В перспективе Это вообще ужасно Это супер эгоистично Ты это физиологические способности человека уже оцениваешь Это лучшее приданное Я считаю Не характер Самое большое счастье Не человеческие качества Здоровье А чтоб инкубатор был качественный Да, да, да Нет, ну три ребенка это не так много В древности сколько рожали? Десять детей, пятнадцать Ну три ребенка Семья же все-таки создается для детей Создание детей И это самое важное Пойду задумаешься об этом Спасибо, пацаны Спасибо Удачи Взаимно А я думаю, семья создается не для детей, а для родителей Пусть это назучало Я не имею ввиду, что наши родители ради себя там сводят детей Я имею ввиду, что будущие родители, то есть муж и жена ради себя создают семью, а не ради детей Хотя продолжение, конечно, потомство Это одна из наших первостепенных потребностей Основных Наш, вот этот бихинчи Маслов Здесь Мухаммад Маслов Или по-аварски Нахов Ассаламу алейкум А какие-нибудь свадебные традиции Вы практикуете, знаете, любите? Я люблю все традиции наши Допустим, вот Проглашение к Хинкаву особенно Очень люблю А то, что связано до бракосочетания Например, выкуп, колым Приветствую, конечно, выкуп Я вообще не приветствую Потому что, ну, как бы не у всех есть возможность Колым тоже по мере возможностей Я свою дочку замужно дала Я ничего абсолютно не просила То, что они сами могли дать, дали Когда у меня спрашивали тоже Я говорила, на ваше усмотрение И как вы можете, так и делаете Главное, какой человек Да, главное, какой человек Моя дочка счастлива Хорошим людям попала Это для меня большее счастье Это самое большое счастье для родителей Махар, какой-то был у вас запрос? Нет, не было Нет, я вообще Знаете, просто Когда колым дают Там вот в эту сумму входит Просто Махар тоже Они вместе, получается, дают Скажите У нас не было никаких запросов Мы не просили ничего Вообще не обсуждали И не спрашивали вообще И не спрашивали Вообще классно Они не спрашивали Ни мы Никак И никто не чувствует себя ущемленным Или обделенным Нет, нет, нет Я же говорю Мне, альхамдулля Попался хороший зять Хорошим людям Моя дочка попалась Я счастлива Мне больше ничего не нужно Машала А скажите Они с вашей стороны Приданное какое-нибудь Требовали? Нет, нет Этого тоже не было Я же говорю Вот золотым людям попалась Моя дочка И я считаю, что Им тоже с нами повезло Им тоже повезло Сто процентов Если вы так утверждаете Спасибо большое Спасибо, что уделили время Вообще Всем бы так жить Какие свадебные традиции Вы знаете? В Дагестане Вы же местная? Да Ну давайте Начнем с Дагестана Может вам какие-нибудь Другие нравятся Испанские традиции Корридо Быки на свадьбе Хотя это, можно сказать И дагестанская традиция Быки на свадьбе Ну я не знаю Красневеста Нет, то, что нравится Нет, красневеста Мне не нравится Что прям нравится Таких нет А если украл Кто-нибудь нормальный Предпочтительный Так сказать Ну я думаю Он бы не крал А все было бы цивилизовано А как вам традиция Выкупа Колыма Подарков Если есть возможность То окей Если нет Ставить это на первый план Я думаю Это не обязательно У вас есть Какая-то назначенная Планка Сумма Колыма Которая должна быть И не меньше Нет Определенная Какая-то сумма Нет Все по возможности Я думаю Человек если любит Он и так все будет делать Не обязательно Ставить какие-то условия А как вам традиция С приданным Я считаю Это тоже Ну не обязательно На сегодняшний день Все эти вещи Я считаю Не обязательно Все по желанию Я думаю Проблем не будет Если люди смотрят В одну сторону И имеют одинаковые ценности Спасибо большое Что делили время Свадебным традициям Как относитесь Хорошо отношусь Традиция связанная С Колымом Что думаете В исламе Это как Махар Да И это как Обязательство Жениха Для того Чтобы обеспечить Материально Чтобы какая-то была Форма защиты Независимости Если вдруг Что-то случится У нас Это немножко Другой приобрело Формат У некоторых народов Я насколько понимаю Это как выкуп Для стороны Невесты В моем народе Такого не было А в вашем народе Только махар Да И он был символический Потому что Опять же Люди жили Небогато Поэтому Соблюдались Такие моменты Но Так чтобы Как вот в арабских странах Чтобы на эту сумму Можно было Потом полноценно Себя обеспечивать Такого конечно не было Конечно Когда люди Начинают Из этого делать Бизнес Ну где-то бизнес Где-то работают На публику Если ради этого То мне не особо Это неправильно А для того чтобы У меня У меня два сына И я думаю Что хорошо Когда обеспечена Хотя бы какая-то основа И наверное Вам будет легче Если родители Помогут вам Эту основу создать Нет А приданное Значит большое значение Не имеет Ну я вообще считаю Что в этом Определенный баланс Создается Между мужчиной И женщиной Женихом И невестой Потому что Это ее доля Это его доля И она соединяется Это распределение Нагрузки Это не какой-то Меркантильный смысл Он несет В принципе Если посмотреть По поколениям То оно очень сильно Отличалось Мои родители Например Там была символическая Приданная Одеяло Там пару тазиков Каких-то Совсем немного Совсем немножко Это всего А у папы Вообще не было дома Они сами Все это строили вместе Поэтому это все Меняется Если есть возможность Делаем Нет возможности Но что делать Вот у вас два сына А если со стороны Невест Там будут разговоры Про махар Миллион Там С меньшей суммой И не приходите Вы таких людей Рассматривать будете? Это проблемы Будут наверное сына Ага Я не собираюсь Если честно Удовлетворять интересы Любые там И вообще я считаю Что ну как бы Это повод задуматься Стоит ли идти в эту семью Как раз меня Интересовало Ваше участие Ваше мнение В этих отношениях Вы бы посоветовали Своему сыну Воздержаться От таких отношений? Я не буду заплатить За его желание Если он считает Что это нормально И он готов за это платить Пожалуйста Это его выбор Но Ввязываться в эту историю Я не буду А если сын скажет Мама Вот 900 тысяч есть 100 тысяч не хватает Ну подкинь Если ты в моих силах Ну даже если я понимаю Что он ошибается Я буду поддерживать его Спасибо большое Очень конструктивное мнение Аргументированное И опытное Спасибо Спасибо Кому вы себя причисляете К традиционалистам Или к модернистам? Это кто это? Я Ну вы больше Консервативные люди Или вот из Вот этого Поколения Интимативно Да? Серьезно? Да Интересно Мне показалось Вы современные Такие Мне больше нравится Бах 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 Кусты улетел Ну мне больше нравится Народное искусство Поэтому Дагестанское народное? Да А какой народности Конкретно речь? Аварцы Какие-нибудь Аварские традиции Вы знаете? Упростим вопрос Сузим Свадебные традиции Ну Похищать Наверное Невесту Сейчас В современном обществе Это не очень Для меня Сейчас более Цивилизованный мир Не очень Или вы против? Четко выскажите Позицию Чтоб потом Не было вопросов Я против Я против Насилия Похищать не норм А что норм? Выкуп нор? Колым? Бабки? Да Золото? Да Ну да Это нам нужно Конечно Это сюда Это к нам Чиназос Чиназос Сюда Чиназос Ооо Чиназос Сюда Сюда Какие-то суммы У вас есть? Какие-то 150 150 150? Да Что? Так мало? Это махар? Да Махар У вас крестик Спрячьте! Можно это вырезать как-то? Вот так вот летел Не, прикольное сочетание махара и крестика Скажите, имеет значение, какое приданное у невесты? Вообще нет разницы А если наоборот, а если невеста говорит, вот такой махар с тебя По-другому не выйду замуж за тебя А при этом, Сава, ты будешь на ее приданное смотреть? Вообще не буду смотреть, без разницы, что ли Планка у человека Имеет значение, какое приданное у невесты? Нет Вы местные, да? Да, я местный Ассаламу алейкум Короткий опрос, пацаны Имеет значение, какое приданное у невесты? Ну и спасибо, там больше Я не знаю Да, если для нее имеет значение, то это имеет значение Нет, вот для тебя, как для жениха, приданное невеста имеет значение? Вот если у нее ничего нет А, я даже забыл, что такое Он всегда был меркантильный парень, для него, наверное, да Если у нее ничего нет, ты возьмешь ее замуж? Ну да, конечно нет Вы его не знаете Да А ты? Я такие, там, глубоко, далекие планы еще не строил Так глубоко еще не задумывался Ну, примерно можешь представить этот момент? Ну, это тяжелый вопрос Очень легкий вопрос Я еще лучше не спросить Ну, например, там, элементарные, да, эти вилки, ложки, пускай принесут Все золотые были, да? Все золотые были От души, пацаны Мне понравились ответы Мы, конечно, уходим от этого материализма Мы уходим больше в человеческие отношения Нравственность Внутренний мир человека На это смотрим Очень приятно на это смотреть Делайте свои выводы И не отягощайте Родителям обращаюсь К взрослым людям Эй, перестаньте вы эти навязывать Старые, отягощающие Это даже не старые, это новые Вот, например, я слышу, как часто взрослые люди говорят Это откуда вообще пошло? Выкуп Колын Вот это вот все Подарки Че за подарки? Эй, мне зачем твой тухум одаривать? Я почему мнение перестал-то высказывать? Дайте, кому оно нужно? Каждый человек имеет свое мнение И он только лишь ждет подтверждения своего Он ищет своих соратников Он никогда не прислушивается к тезисам оппонентов Понимаешь? Понимаешь? Why? 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 Не буду мнение делать Свое мнение высказывайте В комментариях Во-вторых, я хочу очень сильно поблагодарить вас еще раз Второй выпуск набрал 100 тысяч просмотров Это удивительно Для меня это невиданные просмотры и показатели Искренне благодарю каждого, кто лайк ставит Каждого, кто подписывается Комментарии пишет Комментаторам вообще отдельный респект Я там каждому отвечу Вот под этим выпуском Каждому отвечу Обещаю Так что все, на связи, друзья Смотрите, поддерживайте Я буду с вами до конца, как минимум Этой недели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok